Итак, здравствуйте! В этом видео мы сейчас разберем, как создавать файлы и записывать в них какую-либо информацию, и читать информацию из них в вашу программу. На самом деле, навыки эти очень полезные и, в принципе, даже необходимые. Так, жмем файл New Project, Console Application. Так, и вот здесь мы сейчас будем писать код. Так, но перед этим нам нужно будет, для того, чтобы нам получить возможность работать с файлами, нам нужно будет использовать специальную библиотеку. Поэтому здесь вот необходимо ее включить как бы в нашу программу. Пишем using.io. Вот, так, эта библиотека у нас позволит нам работать с файлами. Так, теперь нам необходимо создать будет сам файл. и, собственно, приписать к нему путь и еще кое-какие настройки. Сейчас я все запишу и потом объясню вам, что к чему вообще. Итак, вот такой вот командой мы создаем файл. Собственно, здесь, вот здесь вы видите имя файла и путь к нему. Заметьте, пожалуйста, здесь стоит два вот таких слэша. Если я поставлю один, то у нас программа не будет работать, так как... Ну, это, в общем, касается одной особенности C-Sharp, что обычно слэши в C-Sharp используются для обозначения каких-то специальных операций. Вот, а здесь, в данном случае, чтобы показать нашей системе разработки, что мы хотим просто поставить слэш, а не какую-то операцию, мы просто ставим двойной слэш. Вот, на самом деле он будет восприниматься, как бы, компьютером как одинарный. Итак, а вот это вот значение true, вот оно может быть true или false, да? Вот, если мы поставим true, то это будет обозначать при создании, что мы, если такой же файл будет существовать, то мы просто дозапишем в него информацию. А false обозначает, что мы удалим и создадим новый, и только потом запишем. Так, вот это будет название нашей файловой переменной. Ей мы сейчас будем оперировать, при помощи нее будем записывать всякую информацию. А вот это вот, ну, можно сказать, тип файловой переменной. То есть, есть тип string, есть тип, там, я не знаю, какой-нибудь числовой, integer, да? А это вот файловый тип, который, собственно, позволит нам записывать, да? Вот само название streamwriter переводится дословно, как потоковый писатель. Ну, примерно так. Так, ну, давайте мы, вот смотрите, мы сейчас открыли, по сути, наш файл, мы его создали, да? Да, но после того, как мы закончим с ним работать, мы обязательно должны будем его закрыть, работу с ним, потому что, чтобы Windows думала, что мы прекратили работать с файлом, и никаких больше проблем там не возникло. То есть, вот после каждой работы с файлом мы должны обязательно писать вот такую вот строчку. То есть, файловая переменная, переменная точка close. То есть, команда close, да? Так, идем дальше. Теперь давайте мы запустим сейчас нашу программу, посмотрим, что у нас вышло. Так. А, прошу прощения, я здесь вот не дописал кое-что. Здесь должно вот так вот new streamwriter. Так. Вот. Все, у нас сейчас мелькнула наша программа, и она тут же закрылась. Давайте зайдем в диск C. Вот, пожалуйста, наш файлет 1, 2, 3. Вот это он и есть. То есть, вот смотрите, я сейчас его удалю, чтобы вам показать. Запускаю. И вот, пожалуйста, он опять создался. Весь 0 килобайт, мы в него ничего не записали. Но, по сути, мы его уже создали. Теперь, чтобы нам записать какую-то информацию, мы должны будем сделать следующее. Пишем sv, вернее, fv, точка, в right line. И вот здесь вот в скобках, в кавычках, указываем то, что мы хотим записать в файл. Там, например, привет. Вот, запускаем. Так, сейчас, где у нас тут? Вот наш файлик. И вот, пожалуйста, здесь информация. Привет. Так, ну и давайте, в принципе, мы можем несколько строк так записать. То есть, чтобы вам, может быть, хранить какую-то информацию о вашей программе. Вы можете использовать вот примерно такие виды записи. Разумеется, можно записывать не только строковые какие-то значения, но и вообще там из переменных, еще как-то. Ну, в общем, сейчас я вам все покажу. Вот, пока что мы сделаем несколько строчек. Вот, видите, у нас до записался как раз файл. То есть, у нас не создался заново. Вот если мы здесь сейчас поставим false. Так, теперь вот мы сейчас этот файлик закроем и создаем опять. Вот, теперь давайте опять посмотрим. Вот, видите, с нуля все записано. Это, кстати, вот очень частая ошибка. Поэтому смотрите, что если вам нужно заново создать полностью файл, то вы здесь ставьте false всегда. Так, ну теперь давайте мы поработаем немножечко с переменными. Представим, что у меня есть такая вот переменная стрингового типа, строкового типа, то есть, да, под названием s. Вот, мы ей присваиваем какое-то значение, например, там, не знаю, балда. Так, точка с запятой. И вот здесь мы сейчас поставим s. И здесь тоже поставим s. И тут поставим s. А тут давайте поставим s плюс s. Вот так. Запускаем. Так, это мы сейчас закроем и заново откроем. Вот, пожалуйста, видите результат, да? То есть, сейчас информация записана из переменной, из вот этой. Так, ну и еще. Точно так же можно записывать, в принципе, и текстовые, вернее, не текстовые, а числовые какие-то переменные. Но это может быть, тут понадобится перевод значений. Так, допустим, у нас будет s равно 5. Вот, пожалуйста, у нас сейчас все опять-таки записалось. Сейчас мы проверим. И даже никаких дополнительных переводов из числового типа в строковые не понадобилось. Хотя в других языках это нужно. Вот в чем, собственно, и прелесть C-Sharp. Так, ну давайте продолжим дальше. Записывать файл мы уже научились. Теперь давайте научимся читать из файла какую-либо информацию. Так, для этого нам нужен будет немножко другой объект. Вернее, другой тип файловой переменной. Файл стрим-ридер. Так, здесь мы уже ставим fv. Так, не то. Redline. Так, вот мы сейчас все сотрем опять. Ну и вот здесь еще немножко другой синтакси должен быть. Давайте вот здесь еще string сделаем. Потому что, в принципе, файл у нас имеет как бы текстовое значение, да? Поэтому мы и считывать будем в строку. В строку. Так. Так, ну вроде все. Вот так у нас все должно быть. Так, ну да, в принципе, у нас сейчас произошло чтение в нашу переменную. Но вы сейчас этого никак бы не увидели. У нас не выводится значение этой переменной на экран. Поэтому сейчас вот припишем еще вот консоль. WriteLine. S. То есть мы выводим значение из переменной S. Так. И чтобы нам еще сдержать вывод информации. Пишем консоль. Redline. Redline. Так. Ну, в принципе, все. Запускаем. И, пожалуйста, вы видите первую строку вот этого файла. Опять, да? То есть также мы можем, например, прочитать третью строку. То есть нам нужно будет по очереди. Так. Что-то какая-то ошибочка. А, ну надо все закрыть. Раз и два. Вот сейчас у нас как раз будет вот это вот. Вот первой командой мы считаем первую строку, потом вторую и третью. И информация в переменной S будет содержаться как раз из третьей строки. В принципе, можно было бы даже вот эти вот первые присвоения убрать, чтобы нам лишнюю работу наш компьютер не выполнял. Но это уже вопросы оптимизации. Это вы когда-нибудь потом через большое количество времени будете осваивать какие-то процессы оптимизации. Так. Ну давайте запускаем. Пожалуйста, видите, результат 10, да? Ну вот и все, в принципе. То есть мы сейчас читали какую-то информацию в нашу переменную. Потом вы можете с ней как-то взаимодействовать. Ну, например, там кучу раз вывести S. Например, да? Три раза. Вот, пожалуйста, 10, 10, 10. Но это сейчас как бы мы это сделали не как, именно как строку мы выводим число, поэтому как бы у нас именно подряд они выводятся. Можно было бы переобразовать в числовой тип, и тогда бы надо было бы, ну как бы сложилась бы информация. Так, ну давайте ради эксперимента мы добавим еще одну переменную. Так, типа Integer переменная будет называться A. И в эту переменную мы запишем результат, переконвертируем результат из строковой переменной в числовой. И тогда уже вот здесь выведем просто сложенные значения из переменных A. Convert.toInt Так, вот здесь в скобках указываем S. Все, запускаем. Пожалуйста, вы видите, результат 30, да? То есть у нас сложились значения из вот этих переменных. Ну, из одной переменной, по сути. Так, ну на этом я урок заканчиваю. До встречи, друзья!